Айнард Фяйн, жители Империи, с вами Нельфгардец, и сегодня я приготовил для вас интересную колоду скотелей на дриадах с преданностью. Но, прежде чем мы начнем, поддержи Императора, поставь лайк, подпишись на канале в Ютубе, Твиче и Трова, и конечно же, поддержи Империю Чеканным Флорином по ссылке в описании к ролику. Также, из-за угрозы блокировки Ютуба, я приглашаю всех на мой Телеграм, где вы узнаете последние новости канала. А чтобы всегда пользоваться Ютубом даже после его блокировки, поставьте себе VPN. И лучше всего воспользоваться услугами старейшей компании на этом рынке, ExpressVPN, которая специально для всех нельфгарцев дает 49% скидку на годовое подключение и в дополнение к годовому абонементу дает вам еще 3 месяца в подарок с возможностью вернуть деньги в течение 30 дней, если вас что-то не устроит. Чтобы воспользоваться этим предложением, перейдите по моей ссылке в описании к ролику. И помните, на нашем канале временно нет монетизации, поэтому, смотря мои видео через VPN, вы помогаете нашей империи. Итак, в качестве обилки лидера мы берем дар природы, обладаем сродством, по приказу добавляем выносливость к дружественному отряду на 2 хода, всего у нас 3 заряда. Далее, проклятый свиток, тащим любую карту из колоды, перемещаем из руки обратно. Эитна, мы ее доводим до гнева бракелона, чтобы она обладала неуязвимостью и сродством на 3. Далее, Гезрес из лейда ведьмак, очень хорошая карта, прыгает из ряда в ряд и либо наносит урон в ряд противника, либо бафает наш ряд. Так, Симлас Финаеб Дабаир. Играем все копии бронзовой особой карты из нашей колоды. Защитник леса при размещении играем бронзовую карту природы из нашего сброса. Зов леса играем отрядской теле из нашей колоды, усиливаем на 1 единицу. Совет из ангрима смотрит случайную карту краснолюда, дриады и эльфы из нашей колоды, затем играем одну из них, усиливаем на 2 единицы. Фрейкснет. Играем в дальнобойный ряд приказ срвения, создаем юную дриаду, если у него есть выносливость, то настолько, сколько выносливости у него есть, настолько уменьшаем ходов до восстановления. Всего у нас там 4 хода он будет восстанавливаться. Фуэя. При размещении играем карту природы из нашей колоды. Харальд Горд. Основная карта. Усиливаем на столько единиц, сколько особых карт за игру, в принципе, мы сыграли. Ну, можно максимум до 12 довести. Богатый урожай. Карта природы создаем бронзового эльфа с КТЛ, затем усиливаем крайний левый, правый или центральный отряд в нашей руке на 2 единицы, в зависимости от позиции выбранной карты. Далее. Дульблотана Чародейка. По приказу создает и играет бронзовую особую карту с КТЛ, и че стоимость найма не превышает значение силы этой карты. Месть природы наносит 5 единиц урона вражескому отряду, в случае расправы усиливает древню на 2 единицы. Круг жизни наносит 3 единицы урона вражескому отряду и усиливает карту на 2 единицы в нашей руке. В случае расправы вместо этого мы усиливаем с КТЛ в нашей руке. Ну, на выбор. Гамма-дриада. Сродство. В конце раунда усиливается на 1 единицу, если у нее есть выносливость. То есть на 1 дополнительную единицу. Так, зов дриады. Очищаем дружеский отряд, усиливаем на 3 единицы, если есть дриада, также добавляем выносливость на 3 хода. Закалку. Усиливаем дружеский отряд на 5 единиц, если это краснолюд, также добавляем 2 единицы брони. Писарь. Уменьшаем счетчик на 1 каждый раз, когда играем особую карту. Ну, после 3 особых карт он усиливается на 6 единиц, то есть 10 за 4. Ну, и ряды чаровательница при размещении добавляет дружескому отряду 3 единицы брони в рукопашном ряду в дальнобойном. Так именно мы ее и будем играть. Добавляет выносливость дружескому отряду на 3 хода. В общем, вот такая вот у нас получилась сборочка касаемо замен. Касаемо замен. Мы можем сюда попытаться впихнуть на самом деле еще жрицу. Вместо 1 челородейки 1 единицу этой провизии мы вместо 1 писаря берем круг жизни, как вариант. Либо сохраняем все, что есть. Вместо писаря мы кладем еще какую-нибудь четверку, например, брошенную девочку. Потому что, смотрите, обращаем в юную дыряду, не заменяя значение силы, добавляем выносливость на столько ходов, сколько дырят в этом ряду. То есть мы можем немного выносливости кину, если у нас много дырят. Соответственно, это хорошо может отыграть с Эйтна, которая будет, допустим, вот эта Эйтна мать, но это только во втором раунде. Либо вместе с Фрейксна, там тоже будет хорошо очень играться. Вот. Ну, это тоже как вариант. Ну, собственно говоря, такие замены я решил пока что оставить так, как есть, поиграть. Потому что, ну, на стримах мы уже этой колоды играли и не раз. Она себя хорошо проявила, поэтому, ну, я ее решил сильно так и не изменять. Просто вот такие примерно замены могут быть. Я сюда не положил Эхо, потому что, ну, я не знаю, мне намного лучше, если будет совет из Энгрима, чтобы уже 100% вытащить Горда, чем у меня будет вот это вот Эхо на... Да-да-да, вот это вот Эхо, чем у меня будет там усиление на 8 или 10. Ну, не знаю, мне как-то лучше, чтобы Горд выходил. Это будет стабильнее. Вот. Ну, касаемо стратегии колоды, на самом деле все достаточно просто. Играем, качаем Горда. Соответственно, в первой части игры можно через Фрейкс на это зайти. То есть, мы ставим его, бафаем, создаем Дриад. Дальше идет там, допустим, Гамма Дриада. Мы ее бафаем, там отыгрываем через особые карты. Вот. И, соответственно, просто качаемся, качаемся. Ну, и пытаемся взять первый раунд. Можем его взять. В крайнем случае, кстати, зачастую можно отыграть в первом раунде того же Симласа через богатый урожай, чтобы уже стопроцентно взять раунд. Далее идем, там, второй либо давим, либо не давим. Ну, и там играем третий, то есть, Аитная. Потом, допустим, Гамма Дриада, усиление в Гамма Дриаду. Потом, допустим, не знаю, там, Чародейка или что-то еще. Либо уже идет отыгрыш особых карт, либо Писарь. В общем, мы создаем большое количество древней, большое количество пытаемся поставить ряд в один ряд, в дальнобойный ряд. Ну, и под конец выходит Гезрос из лейды, прыгает между рядами, усиливает дальнобойный ряд, бьет в рукопашный ряд. Ну, и, соответственно, мы спамим поле, усиливаемся. Ну, и под конец выходит Харальд Горд на 12. Это возможно сделать. Это делалось. Ну, грубо говоря, в идеале нужно, чтобы мы Симласа играли в самом конце. В первой, значит, половине игры. Тогда, по идее, мы создаем контроль и как-то пытаемся реализовать Чародеек и Писарей. Ну, под конец, ну, конечно, да, желательно играть Симласа с богатым урожаем. Он сразу же спамит нам поле под Гезроса. Потом Гезрос, ну, и потом под конец еще два хода каких-то будут. Ну, это особые карты, скорее всего. Ну, и потом выходит Горд. Стандартная абсолютно колода, на самом деле. Ничего прям особо нового тут нету. Касаемо замен, я уже сказал. То есть мы этой колодой играли не один стрим. Мне она, ну, просто очень нравится, потому что все-таки дыряда. Очень хорошая такая приятная, я бы сказал, колода. Интересная. И, на самом деле, немножечко непредсказуемая, потому что кажется, что вот-вот-вот ты уже проиграл, а в итоге бах, и ты выиграл там с преимуществом в 5-6 очков. Прям неожиданно. Касаемо минусов данной колоды, ну, она достаточно чувствительна, как вы сами понимаете, к контролю, несмотря на то, что у нее у самой есть контроль определенного рода. То есть я играл этой колодой против осады и монахинь. Ну, с осадой еще более-менее как-то можно пободаться. Но монахини и там прочие, ну, или там какие-нибудь монахини с осадой, если не чисто осада, а монахини с осадой, я и такое видел. Ну, нет, мы не выдерживаем слишком много урона, слишком много контроля. Набеги, ну, 50 на 50, ну, короткий раунд можно устроить. То есть если мы жертвуем всем, чтобы взять первый раунд, заходим через Сиблоса, второй продавливаем и третий идем играть через города, то, конечно, можно еще попробовать выиграть третий. Но так или иначе колоды с контролем достаточно хорошо нас пробивают. Но основное преимущество это, конечно же, Харальд Горд, поэтому если вы прокачали, можете достать, отыграть, то высоковеренность того, что вы победите. Так или иначе, это, конечно же, не последняя сборка данной колоды. Пишите в комментариях к видео, как улучшить данную колоду, можно ли ее улучшить. Также, если у вас есть какие-то свои идеи, то присылайте свои колоды мне ВКонтакте, я их посмотрю. Самые лучшие я опробую и сделаю отдельный видеоразбор. Но так или иначе, всеми вашими колодами, которые вы мне присылаете, я стараюсь играть на стримах, чтобы они просто не простаивали, и чтобы ваши труды тоже не простаивали даром. Поэтому приходите на наши стримы во вторник и в пятницу по утрам, смотрите, как я играю вашими колодами, как мы пытаемся их улучшать, и играйте с нами в Гвинт. Ну а теперь, пришло время испытать эту колоду на поле битвы. Вперед, сыны Нильфгарда! Так, ну что, играем против Мороза. Здесь будет посложнее, я думаю. Правила нужны тем, кто без них. Ну, может, и разнесем его. Попробуем. Нет. Деревья живут в Гвинт. А, ну, может быть, быть поклоном как люблю так хорошо ладно белки у него нет сейчас вы принят женщина королева зимы ладно окей ну еще два хода мы сможем сделать эти разницы не он будет играть до у кого я думаю вот этот играем закалку чтобы пятерку накинуть 5 6 7 еще 189 да все 10 ну все да размин покорим и этот да 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 все пас вас ну смотрите распасовка наверное будет и потом пойдем терпеть мороз наносить урон и все и прочее она хочет играть пусть играет иначе через озрала хочет зайти и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, у нас хоть отряды остались, тут какие-то остались. Ну, смотрите, мы... А, блин, мы древние не играем. Мы играем либо дриаду, либо новую из трех эльфов. Ой, ну что такое? Ну, так что ты хочешь сказать? Так, пятерка. Ладно, смотрите, закалка в нее, шар в гамадриаду, скорее всего. Ой, да ладно тебе. Ненависть. Только слепой поверит в хойный наслой. Так, усилим отряд на две единицы и... О, жрицу поставим. Так, усиливаем отряд на две единицы, ставим жрицу. Все. Почти победа. Ой, да ладно, все выйдут. О, слушайте, ну это классный ход получился. Мне нравится. Ну, кто там еще этот остался? Имлерих и его гнев. Имлерих гнев, три какие-то карты, по идее, там. Вот это, вот это, очистка. А, отзыв, отзыв. Самое интересное, мы сейчас мы будем ряд сносить передний. И это хорошо, что мы будем в два, это, в оба, в двое ворот играть. А, нет, вот, а, подождите, восемь. Ну, ладно, хорошо, вот и гнев, значит, имлериха тут нету, скорее всего. Играем. Так. 2. 13 разницы, и у него два хода у меня один. Ну, смотрите, 13, 14, 15, 14, 15, 16, и еще какая-то карта, 16, того. 58, 60, с лишним, и у нас еще аж 18, 78, а ну, что получится, пятерка. Я тебя расставлю. Я тебя расставлю. Я тебя расставлю. Это просто пятерка. 78, ну-ка, Озра уже не помогает, по идее. 13, 14, 15, 16, да. Может, даже и не 16, 15, нет, 10 разницы, отлично, нам повезло вот с этой, с чародейкой, что она вышла. Имп maar bed. Играем против листия. 14, مسperie. 15, مسperie. будет ли сейчас зеркало у нас хороший мертвый тхонь что-то там булькаешь плана эльф вот это что-то надо перечитать рукописи нет нам Играет музыка. 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 и интерес ну ладно тогда мне кажется у него нету гезроса потому что ну все вот здесь сосредоточена не вот здесь а вот здесь или он хотел задний ряд забить этим чисто странная ситуация ты мне не да они могут спрятаться но и не убежать ну как то так мы еще три карты берем так что в принципе может у него есть гезросу просто блин я даже не знаю если мне тогда гезрос у него есть вот эта карта у него есть эхо понятно что хэрид может у него мать а нет стоп я понял это дерево ё-моё это дерево 3678 да дерево было него дерево там дуб поэтому на все суда ставил и он понял что дубом не пробьет потому что 8 одному и все он ударил окей окей у него горд горд это точно 1 2 если не хватит чашки воды чтобы тебя утопить но если он не ставит и это у него и они пустят вот и кстати тоже хорошая карту что для достанется четверка еще баф лица деревья живут больше людей но им все равно нужна людская защита вот пятерочка ну что горд и у меня гор сколько у него горд раз два три 4 5 6 его горд на 7 у меня горд на 9 не я выиграл я выиграл маяк мои зеленые женщины выиграли насколько на 12 я выиграл слушайте преимущество большого 8 очков а лично зеленые женщины победили да ну что играем против это да черт узнает на самом деле против полу игра мушка интиме лива и еще что-то на дуг что-то еще мне хватит чашки воды чтобы мне хватит чашки воды чтобы не льва у тебя красивые зеленые глаза нечего на мое яблони это но все-таки да повезло нам милевые мадук деревья живут дольше людей но все без миль вон играет в итоге она у него но у юнит у меня тоже что-то непонятное а чё мудрому эльфу беседовать с обезьянами а ансиды отлично добили добили нет да Ну окей. Ладно так сделаем в третий раунд пойдем но на самом деле просто ну может это старая колода но не знаю что что еще и тому так ладно без котов без мильвы могу куча бомб у него еще осталось возможно гор нет невозможно гор там сидит. Ладно закончим. А ловушки на 55. Значит скорее всего без города. Ветер съищен и его бьют. Ну как то так начинаем. Ну окей вот ловушки ну сколько ну а нет эльф эльф допустим 2 1 ловушка еще 4 бомбы что она хатуриды. Писнута я думаю 8 6 5 давайте 5 вот я думаю сказал что это был волчья яма. Я тот кем это урон на 2. Так. Значит вот это удар в ряд. Да это удар в ряд. Это еще удар в ряд. Ну так что ты хочешь сказать. Ну так что ты хочешь сказать. Это twice 9 12. 15-15. Хорошо. Не перед кем. Окей вот сюда. Да да да. Никого не свидеть. да ё-моё ладно еще одна ловушка что тут когда а это это змея понятно земли питает магия лучше всего 7 на 324 40 нет мы выиграли победа нас город значит он без города сидел ну что шоке и ладно интересно получилось на самом деле неожиданно ну что играем против скеллиги на ножах тут у нас что набеги может быть что-то еще так вот это убираем вот это убираем так символос так засейвили эльфа и идем дальше вот вообще никуда не вы это видели это вообще что такое было ты просто не понимаешь силы иллюзий это что еще опять за очередной тут ноу юнит ха 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 мимо это ты еще другое чудище не видал так идем дальше эльф отработал хорошо вы издеваетесь я там хорошо управляюсь так три четыре мой раунд и подчиняем и споем песню с кали да кольцо ясно хм, надо перечитать рукописи так идем дальше смотрим что будет ненавижу к лицу сейчас выбирает а чё в итоге отыграл 9 9 10 6 6 это уже 6 6 8 5 5 5 5 ладно ладно арнагат вот тут а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Деревья живут дольше людей, но им все равно нужна людская защита Понятно, значит сейчас полезут ведьмаки и два еще каких-то Догоняем, догоняем потихоньку. Сейчас носим пятерку усиливаем древние, никого не уничтожил. Может и не Арнагад, кстати. Опыт, сравнялись. Нет, все-таки зеленые женщины сильнее, видимо, кажется. Намного. А Лео, окей, возьми. Недостаточно. Да, зеленые женщины. Победа. Смотрите, взяли даже второй ранг. Так что зашибись колода, мне нравится. И на этом, жители империи, пора заканчивать. Глорайер Кирзаер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Ниль Гордец. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok